Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали рекордное количество лайков. И с началом учебного года, с первым сентября, я хочу попросить каждого поставить лайк, чтобы у вас был самый крутой учебный год, чтобы были только пятерки. Просто поставь лайк, погнали! Я купил очень разбитый и старый Nissan 200SX на утилизации авто. Просто я вот спас эту тачку, вытащил буквально из-под пресса, ее хотели раздавить на металлолом, и я такой, нет, 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 я ее куплю. У нее уже успели все стекла разбиться, пресс начал опускаться, я говорю, нет, 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 я ее забираю. И я решил, что ее нужно починить и дать ей второй шанс, второе дыхание, новую жизнь. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА. Провинция онлайн. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и обязательно написать крутой и очень интересный комментарий. Ну а также досмотри видос до самого конца и найди в нем кодовое слово, оно поможет тебе попасть в следующий видос. В общем, как видите, танцевать на этой тачке довольно-таки классно, прикольно, мне вообще нравится и довольно-таки интересно. Но, конечно же, ее нужно восстановить. Пока она разбита, на ней, в принципе, можно и танцевать. Но, ребята, хочу сказать, что этот автомобиль я взял не просто так. Не просто так мне он понравился, не просто так я его взял, а для того, чтобы действительно восстановить и сделать из него проект очень крутой. Возможно, я подарю эту тачку подписчику, возможно, я ее продам просто. Не знаю, что пока сделаю, я не решил. Но мне просто очень стало жалко этот автомобиль, потому что я знаю, насколько он легендарный, крутой. И как-то было жалко его просто отдавать на утилизацию и все. Я решил, что нет, нужно взять ситуацию в свои руки и дать шанс. Реально, вот дать шанс просто автомобилю, потому что он действительно не заслуживает к себе такого отношения, чтобы его разломали, просто разбили. И что-то такое сделали. Поэтому, блин, я вот сейчас хочу просто его восстановить. У него даже теперь крышка почему-то просто не закрывается. Вот это я вот понимаю, на самом деле, какой-то вот прям издевательский прикол над автомобилем. Да, действительно, даже... А, все, вот теперь могу крышку закрыть. То есть, вы можете посмотреть реально по состоянию. Она действительно уничтоженная. Все стекла разбиты. То есть, там в тачке, ну, грубо говоря, очень все плохо видно. Ничего толком не увидишь. Потому что все стекла вот просто разбиты максимально жестко. Двери покоцаны, погнуты. Капот вообще оторвало. Вот этот вот бампер передний тоже держится на добром слове просто. Я вот не знаю, как он еще тоже сам не отвалился. Передняя дверь прочесана, левая. Все прочесано, все подбито, все уставшее. Эх, что делать с этим автомобилем? Конечно же, чинить. По-любому. Вот давайте мы, короче, в него сядем. Даже, вы понимаете, хотя нет. Плохо вообще. Вот нереально все видно через эти разбитые стекла. Я не знаю, как через них вообще ехать, смотреть. Но эффект разбитых стекол просто вот это действительно жесть. Как вот ездить, когда у тебя так разбиты стекла? Ну, ладно. Все-таки терпение и труд. Все перетрут. Поэтому давайте сразу же мы с вами ставим в Невском автостоянка, тюнинг ателье. Нам нужно быстренько починить этот автомобиль. Мы с вами едем его чинить. Поэтому берем сейчас и отправляемся в тюнинг ателье. Потому что нам там нужно будет просто починить тачку. Это 100%. По-другому вообще никак. А, кстати, едет она еще более-менее. Но, кстати, совсем забыл проверить, у меня работают ли вообще. Да, фары до сих пор, механизм работают. Фары поднимаются. Но, как видите, они не работают. Ну, кстати, едет она добротно. То есть она еще хотя бы как-то шевелится. Видно, что мотор-то у нее четкий. Я не знаю, зачем ее нужно было пускать под пресс. Она действительно еще топит и жестко прям едет. Эх, вот ребята, конечно, хотели такой крутой автомобиль просто взять и разбить. А я, вот такой вот герой, собственно говоря, смог ставить эту тачку. И теперь мы ей займемся сейчас. Кстати, бензин сейчас заправлять вообще смысла нет. Потому что пока тачка разбитая, не факт, что у нее там бак целый. Возможно, он уже давно продырявленный. И бензин будет просто выливаться. Поэтому давайте, опа, вот так вот сюда вот заезжаем. И вот тут мы сейчас будем чиниться. В первую очередь мы просто чиним тачку. 9 тысяч стоит починка. Ёу, не так уж и дорого. И все, посмотрите, теперь она уже... Конечно, она осталась ржавая, но сейчас мы это все починим. Давайте быстренько займемся этим вопросом. Так, что у нас тут есть? Покрасочка. Быстренько красим ее в крас... Ой-ой-ой, ну какая она уже красавица. Ну мне прям нравится этот автомобиль. Посмотрите, как она уже какая симпатичная. Ей, кстати, любой цвет подойдет, я так понимаю. Но вот в красном цвете, вот в этом, она прям, ну вот прям вот по ретро такая вот клевая машинка. И вот мне аж захотелось белый салон ее сделать. Белый салон это будет топ. Так, тонировать, что, будем только заднюю атмосферу, чтобы не было проблем с полицейскими. Это нам не нужно, никаких проблем. Далее, лампы. Давайте поставим желтый цвет вот такой вот, который будет стареть. Шучу, конечно же белый. Не нужны нам эти желтые лампы. Далее, колеса. Колеса будем оставлять заводские. Лучше заводских для этого автомобиля ничего не будет. Хотя почему? В принципе, там колеса есть и крутые, идеальные, мощные, там за 300, за 400к. Но я как понимаю, что смысла особо париться. Да и нету по поводу таких вот, каких-то вот колес, чего-то еще. Лучше оставить, да, действительно то, что вот заводом было вот придумано. Далее, настройки. Пакет тюнинга, один базовый, мы на нее накинем. И, собственно говоря, оставим ее вот так отдыхать. Ну и, конечно же, посадочку тоже смысла делать нету. Колеса, настройки, все, в принципе, мы сделали. Теперь остается просто взять и... Отличненько. Все. 80 тысяч мы потратили. Мы восстановили. Мы восстановили этот Nissan 200SX. Посмотрите, какой он теперь идеальный, крутой и интересный. На этой тачке прям теперь хочется ездить. Посмотрите. Она вот прям говорит, катайтесь на мне, кайфуйте, пацаны. Я действительно четкая тачка и могу подарить эмоции. Вот по ней видно. Я бы на такой тачке даже в реальной жизни вот серьезно бы катался. Потому что, ну, она вот прям, ну, идеальная. Ну, она вот лично для меня очень такая вот добротная тачка. Я бы вот сам бы вот просто купил бы такую и поехал бы на ней куда-нибудь на море или куда-нибудь еще. Потому что, ну, действительно, где вы такой вот найдете интересный дизайн и крутую вообще саму по себе вот такую вот карету. Вот действительно вот прям максимально такая вот, конечно же, ретро. Но в то же время для любителей ретро это самое то. Кстати, на светофорах нужно всегда останавливаться, потому что в игре есть тоже свои правила. Если мы пройдем на красный сигнал светофора, то нам просто выдадут штраф. А зачем нам это нужно? Поэтому, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинция Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК. Достаточно бучить даже слабенького ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру МТА Провинции. И ты обязательно кайфанешь, потому что она абсолютно бесплатная. В ней нет никакой либо рекламы. И ты можешь начать играть прямо сейчас. Поэтому обязательно так и делай. И все будет четко. Кстати, максимальную скорость я смог замерить 248 км в час. Для такой тачки это просто вообще идеально. Но она реально прет. Она реально прет. И машина добротная сама по себе. А также, ребята, кстати, смотрите. Чтобы сразу же получить крутой бонус в игре, смотрите, что вам нужно сделать. Когда вы зашли в игру, вам нужно нажать на буковку М английскую. Далее у вас откроется меню, статистика, бла-бла-бла. Тут вы переходите в раздел реферальная система. И вот тут в появившемся окне вы вводите мой промокод Lichitop. То есть вот этот промокодик Lichitop. Вам нужно ввести во вкладку активировать промокод. Как только вы ввели промокод, у вас сразу появились денежки, бонусы и всякое такое. Поэтому всем рекомендую это делать. А код, во слово, в этом ролике будет восстановили Nissan. Все, кто напишет, что восстановили Nissan, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Lichitop. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч.